Всем привет! С вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня мы с вами будем мастерить конфетницу из пластиковых бутылок и гипсового бинта. Для работы понадобятся пластиковые бутылки, термопистолет, гипсовый бинт, акриловые краски и лак, самозатвердевающая масса, молды, шпатлевка, салфетки для декупажа, кружева, дополнительные материалы. Более подробный список которых вы найдете в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok Далее используем гипсовый бинт. Далее используем гипсовый бинт. Продолжение следует... Далее при помощи шпатлевки выравниваем поверхность. После высыхания верха наносим шпатлевку на нижнюю часть. После высыхания поверхность зачищаем наждачной бумагой. Продолжение следует... Для большей прочности покрываем работу столярным клеем ПВА. В данном случае я буду применять водостойкий клей ПВА Д3. Для приклеивания кружева и лепнины я использую столярный ПВА Д3. Продолжение следует... Продолжение следует... Далее из любой массы делаем лепнину. Я использую самодельную массу из рисовой муки и столярного клея ПВА. Компоненты смешиваем в произвольной пропорции до получения пластичной массы, которая не прилипает к рукам. Форму смазываю растительным маслом и делаю отиск. Если вам удобнее работать с крахмалом, используйте его. Перед приклеиванием элемента на основу его на всякий случай лучше обезжирить. Я использую средство для снятия лака. Также обезжириваем все элементы после их застывания, чтобы краска ложилась ровным слоем. Продолжение следует... 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 После того, как все элементы высохли, окрашиваем внутреннюю часть белой акриловой краской. Далее на весь узор наносим черную акриловую краску. Продолжение следует... Белой акриловой краской окрашиваем верхнюю и нижнюю части, а также убираем помарки. Если краска у вас слишком прозрачная, то необходимо нанести 2-3 дополнительных слоя. После высыхания краски покрываем работу одним слоем акрилового лака. Для приклеивания салфетки я использую акриловый лак. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далее используем золотой или бронзовый металлик. Далее вокруг объемных элементов делаем тени. Тени можно сделать двумя разными способами. Для первого способа подойдет плоская кисть, можно использовать как скошенную, так и ровную. Одним концом кисть макаем в темно-коричневую краску, а вторым в воду. Затем на бумаге делаем пробные штрихи. Любые помарки можно удалить при помощи ватной палочки. Для второго способа подойдет круглая кисть. Темно-коричневую краску разбавляем водой до жидкого состояния и наносим ее вокруг деталей. Затем лишнюю краску удаляем при помощи сухой салфетки или тряпочки. И в завершении покрываем работу акриловым лаком. И в завершение покрываем работу несколькими слоями акрилового лака с промежуточным высыханием каждого предыдущего слоя. Ваза-конфетница готова! Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Огромный привет всем моим подписчикам и новым зрителям канала! Благодарю каждого из вас за то, что вы у меня есть! Благодарю за комментарии, за поддержку, за лайки, за приятные пожелания! Всем вам желаю мира, добра, благополучия, творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно-прекрасного! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok